Песня Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов и Юлона Стоянова. Здраво, будь Юлона! Здравствуй, Алексей! Мы находимся в программе «Давайте поговорим», то бишь на ботике нашего любимого ботсмана Васильевича. И сегодня мы давай с тобой какую-нибудь тему интересненькую затронем. Что ты подготовила? Что хочешь рассмотреть? Ты знаешь, в прошлой с тобой передаче мы поговорили о намерении души. То есть эту тему, в принципе, можно затронуть. Какое намерение имеет душа, когда она приходит к воплощению сюда? Потому что мне интересно, знают ли души, что их жизнь будет прервана? Умышленно, неумышленно. Очень важный момент, что происходит с такими душами. Мы не будем говорить или кого-то обвинять, почему происходит. В нынешней лексиконе их называют абортами, потому что мы не имеем права кого-либо к чему-то принуждать. Давайте кому-то оценку. Но хотелось бы поговорить, что происходит с душой. Потому что не все осознанно подходят к этому вопросу. Некоторые рассказывают, что когда душа приходит, ее насильно прерывает. Ее пребывание здесь. Души висят над родителями и питаются их энергией. Ну как, они, по сути, забирают должное, что должен был дать родителям этому ребенку. Но они забирают это здоровьем родителей, да? Забирают успешностью, богатством, каким-то удачем и прочим. Другие говорят, что якобы, вот как Левашова говорит, якобы таких душ съедают астральные сущности. Или эти души просто улетают туда, откуда они пришли. Но при этом теряется потенциал, то есть как зарядное устройство, да? А третьи вообще рассказывают очень много по этому поводу сказок, взглядов. Одни рассказывают, что есть некие локи, в которых перебивает душа, или деток, которые хотели воплотиться, и родители их ждали, но не смогли, как говорится, там что-то произошло. Или те дети, которые умышленно, родители лишили жизни. Вот говорят, такие дети находятся в каком-то очень мрачном темном городе. Те дети желанные, они гуляют по улице, ну, как обычные люди. Другие же дети, которых насильно лишили жизни, ну, в утробе. Все дело идет об детях, которые в утробе развивались. А те дети, которых насильно лишили, как правило, их помещают в какие-то квартиры, какие-то дома. И они там ждут своего часа, ждут, пока мама или не помолится, не попросит прощения, не осознает, что она сделала, так же, как и отец. Или ждут, пока мама не умрет и не придет за ними. Я считаю, что этот момент очень важен, потому что мы должны понимать степень ответственности перед теми душами, которые к нам приходят. И мы также должны понимать, как им помочь. Потому что реабилитация души, я считаю, очень важный такой момент, который сейчас мы с тобой должны понять. Вот ты меня поставила в позицию-то интересную. Если я буду рассказывать с точки зрения того, как оно устроено на самом деле, что такое душа, что такое дух, что такое живатма, что такое сущность, что такое высшее я, божественное представление, это будет понятно тем, кто находится в теме с точки зрения, ну, скажем так, третьей и четвертой варны. И, может быть, кто-то слышал во второй, кто интересуется этим. Если я буду рассказывать упрощенно с точки зрения души, только рассматривать это, то в этом случае тогда я буду заниматься продлением сказок, которые нам долго-долго навязывали в упрощенном состоянии. О том, что душа есть всё. И передо мной сейчас дилемма. На какой уровень осознанности мы с тобой пытаемся разговаривать? Вернее, на какой уровень осознанности мы с тобой рассчитываем, чтобы это было понятно? Для тех, которые живут в парадигме, навязаны нам? Или тем, которые в чём-то разбираются? Я думаю, что тем, которые в чём-то разбираются, такие вопросы вообще даже уже не интересны. А тем, кто живёт в парадигме, им многие слова будут непонятны. Если говорить о том, как это есть на самом деле. Вот что ты предлагаешь? Как нам быть? В каком русле вести наш разговор? Ну, ты знаешь, мне кажется, нужно быть всё-таки прямым. Говори, как оно есть на самом деле. Единственное, есть люди, которые, в принципе, не заинтересованы просматривать данного рода передачи, потому что их интересуют другие проблемы насущного дня. Ты знаешь, Алексей, даже не знаю. Всё-таки говори, как есть. Таким простым языком, но понятным. Так, ну что ж, давай тогда будем какой-то искать вариант донесения для тех, которые что-то уже пытаются понять. То есть, они поняли, что что-то в этом мире не так и к чему-то следует стремиться. А вот к чему они сейчас как раз подбирают для себя варианты и какие-то маячки, которые будут им указывать путь, куда стремиться. Ну что ж, душа – это то, что проявляется, объединяет в себе какие-то наработки, связанные с жизнью человека. Дух – это то, что управляет. Душа может быть широкая, душа может быть добрая, озлобленная. Душой можно плакать, душа может уйти в пятки, душа может выскочить из тела. Ну, вот все поговорки, присказки про душу. Если мы вспомним, то понятно, какие характеристики душе приписываются, что есть душа. Дух может быть сильный, слабый. И дух – это то, что движет. Это сила. Душа силой не обладает. Живатмы – это те, из чего состоит все живое, и в нашем представлении человеческом даже не живое в этой земле. У кого-то живатмы маленькие, крохотные, только народившиеся. У кого-то их минимальное количество, а у кого-то их огромное количество. У человека и других разумных существ их огромное количество. Есть сущность – это то, что уже управляет всем этим, и ради чего все это создано. Есть высшее «я» или божественная структура, представление, из которой эта сущность выходит. Она становится сущая. Поэтому одной душой мы здесь, наверное, не ограничимся. Но если мы сейчас вот это все в стороночку откладываем, все эти термины, и говорим про души, как то, что является набором некой информации по жизни, то в этом случае тогда многим станет понятно, почему именно за души идет религиозная борьба. Ведь всегда в религии упоминается понятие «душа». Дух реже упоминается. Высшее «я» – божественное проявление практически не употребляется. Сущность где-то употребляется на уровне взаимодействия тех людей, которые занимаются экзорцизмом и прочим. А жеватмы во многих религиях тоже не рассматриваются. Поэтому если мы говорим про души, то это накопители. Накопители некоторых знаний, умений, чувств, ощущений, которые можно развивать, которые можно куда-то направлять, можно вкладывать в какую-то ячейку. Заново воплощаясь, можно их забирать к себе. То есть сущность может или высшее «я» может к себе их забирать. И в этом случае богатый такой чемоданчик-инструментарий из бывших жизней, прошлых жизней, через различные структуры в виде души приходит. И человек сразу хопаньки так и получает к шести летам очень много чего интересного. То же самое с духом происходит. То же самое с жеватыми. Ну и тоже с сущностью. Все работает по одной схеме. Только каждый в своем направлении, в своей отрасли. Так вот, поскольку душа – это вспомогательная структура, которая позволяет человеку жить и набирает в себе какие-то знания, то в религиях как раз борьба идет именно за это. Потому что религии всегда работают на кого-то с какой-то определенной целью и не всегда учитывают то, что связано с родом. То есть есть какие-то структуры здесь, на Земле, которым необходимо некое вливание энергии, говоря современным языком, на всех уровнях. Земной – это эгрегоры, а внеземной – это локи. Причем локи – достаточно узкого направления, достаточно определенной направленности, где по полочкам все вот эти души, которые были в эгрегорах, укладываются так же, как в фонарик вы заправляете батарейки для того, чтобы фонарик у вас светил. Как только фонарик перестает действовать, батарейки выбрасываются и опять направляются куда-то. Поэтому чем полнее заряд, чем больше емкость, тем лучше тому, кто эту батарейку, в кавычках, душу, использует. Здесь, на Земле, одно использование, там, в локах, другое использование. Для того, чтобы был замкнут круг поддержания вот этой всей структуры, от земного до определенного уровня локи. Поэтому создается конвейер, когда через страдания, через боль, через эмоции низменного уровня эти батарейки наполняются энергией, силой и попадают в ту самую обойму, которая питает ту лампочку, которая стоит в фонарике этой локи. Вот такое примерно упрощенное сравнение. Поэтому там не учитываются, ну, может быть, учитываются, конечно, но не в первую очередь учитываются качество души с точки зрения высокого уровня. Там необходима грубая энергия. Чем сильнее страдания, тем лучше. Чем они ярче выражены, тем лучше. То есть емкость, заряд и так далее. Вот это все их интересует. Души во многом принимаются там за монету, как расходный материал. И чтобы они стали монетой и расходным материалом вот этими батареечками, необходимо создать условия. Те самые условия, которые мы сейчас на всей Земле видим. То, что называется бездуховность, малодушие, низменные потребности и так далее и тому подобное. Вот это все проявлено очень и очень хорошо в современном нашем так называемом цивилизационном обществе. Наше цивилизационное общество настроено на получение этих батареечек в свою локу из разных источников. Здесь, на этом уровне. Это могут быть животные, люди, эмбрионы, кто угодно. Все, где есть душа, где есть страдания, где есть переживания. А в локи, естественно, попадают те, у которых есть что-то более высшее, нежели чем просто душа. То есть в локи уже попадают сущности, те, которые больше связывают с человеком. Хотя сущности и представителей разумных существ на Земле намного больше, нежели чем вид человека. Любая душа просто так в локу попасть не может. Иначе для этого были созданы определенные условия. Здесь есть и кармические завязки, и тогда душа в этих локах проходит обряд очищения. То есть когда нужно было отработать здесь что-то на Земле, пройти какие-то страдания, которые были вызваны кармической зависимостью с прошлой жизни. Здесь это все дело отработать. Вот эту вот самую карму с себя сбросить и наработать в груз, который потом в чистилище в виде какой-то локи необходимо сбросить, смыть, чтобы оттуда выйти с чистой совестью на свободу. В этом случае тогда ничего страшного здесь не происходит. Помучился здесь, отработал карму, попал туда, очистился, обратно вернулся с новой установкой, прошел, уже в локу не попадаешь, призовая игра, ты отсюда вылетаешь на следующий этап своего развития. А вот те, которые закрутились, завертились, как колесо сансары, вот у них все очень просто. Постоянное перевоплощение по такой схеме. Игрегор, лока, игрегор, лока, игрегор, лока. И для них созданы все условия для того, чтобы это было. Те же, кто даже до серьезного воплощения не доходит, это микродуши для того, чтобы как искорки там что-то делать. К примеру, это были сущности в человеческих телах, которые что-либо наколбасили в древности, в прошлых жизнях. Им необходимо на себе испытать то, что они здесь сделали. Естественно, что им необходимо для того, чтобы они это испытали, подобрать условия бытия, где бы это с ними могло произойти. То есть подобрать папу с мамой, бабушку с дедушкой, которые сказали, ну зачем тебе это надо, ну иди, сделай аборт. Ну воткни себе вот это избавься. Ну что ты делаешь вообще? Зачем тебе нужно? Тебе надо думать об этом, об этом, ты еще молодая, ну зачем? Или ты еще молодой, ну сейчас свяжешься с ребенком, он там, все, у тебя карьера, ну жена там будет висеть на тебе, там, в свиноматку превратиться. Что ты делаешь вообще? Вот эти все установки, они и по телевизору, и в книжках, и по радио, и в картинках, и в комиксах, и в семьях, они уже вложены. Но если они вложены, значит это не просто так. Значит, какие-то есть необходимые потребности для того, чтобы их здесь проявить. Поэтому ты правильно сказала, ни в коей мере нельзя осуждать мужчину или женщину в том, что они или подбивают на аборт своего родимого, вторую половинку, или делают сами аборт. Это нельзя так вот прям в лоб говорить, потому что многих мелочей мы не знаем. Мы можем только предупредить о том, друзья мои, вы превращаетесь в конвейер грязи, который выплескивается в наш мир в виде вашей крови. Вы создаете себе карму, и тогда вам придется пройти тот же самый круг в ком-то в виде тех самых эмбрионов, которые хотят развиваться, у которых заложено развитие, в которых начинает пробуждаться что-то такое в виде души и каких-то других чувств, и вам придется испытать эту боль, страх, и вы будете озлоблены, и вам придется потом еще чиститься. Вот сколько раз вы создали такие ситуации, столько раз вам придется пройти. Это не угроза, это не устрашение, это факт, который многократно проверен в этой жизни. Мы можем только предупредить об этом, но мы не имеем права кого-то заставлять, делать или не делать. Мы не имеем права угрожать, мы можем только предупреждать. Все, что происходит на Земле для кого-то и для чего-то, это нужно. Вопрос не в том, что это нужно, а вопрос в том, как вы к этому относитесь, как вы это воспринимаете и хотите ли вы дальше в этом участвовать. Вот в чем вопрос. Если вы это осознали, то в этом случае вы переходите на другой уровень своего духовного, душевного, сущностного развития, и тогда вы становитесь творцом, а не машинкой, в которой кто-то копается для того, чтобы оттуда получать нужную ему энергию. Ведь женщина, которая делает аборты, это машинка. Ее страдания, эмоции, страхи, переживания – это для кого-то очень-очень радостное событие. Кто-то очень с большой охотой этим всем занимается, потому что он это все получает. Для кого-то большая радость от того, что он осознает, куда этот человек, эта женщина попадет после этого. А кто-то еще дальше осознает, сколько ему придется покушать, когда эта женщина будет также абортироваться в помойную корзинку. Сколько энергии будет освобождаться от каждого аборта, который ей предстоит испытать на себе. То есть на всех уровнях каждый от этого получит. Вопрос «Вам это надо?» Следующий вопрос «Вы своему роду какую-то пользу приносите?» Следующий вопрос «Вы себе какую-то пользу приносите?» Еще один вопрос «Вы обществу, державе какую-то пользу приносите?» Как правило нет. Как правило люди это делают по неосмыслению, по невежеству, из-за того, что так сказали, так рассказали, так показали, из-за того, что это стала норма. Окна Вертона работают. Просто так принято. Ну, подумаешь, ничего такого. Просто люди об этом не догадываются, они это не ведают. И отсюда идут все проблемы. То есть, все, что рассказывают о том, что происходит с душами, и то, что ими питаются, те, которые попадают в абортарий, и то, что они крутятся, там, как белки в колесе, и то, что здесь карма нарабатывается. Из всех источников, неважно, какой направленности это религиозной, ведической, или, может быть, догматической какой-то еще. Неважно. Все там говорится правда. Просто правда показана разными своими гранями. Но правда одна. Один кристалл — разные грани, разные плоскости. Алексей, скажи, вот стоит ли поговорить на тему того, как реабилитировать такие души? Или там какой-то другой механизм происходит? Потому что некоторые считают, что да, нужно реабилитировать, кто-то там молитвы какие-то. А вообще как на самом деле? Первое, что необходимо сделать, чтобы прервать это колесо сансары, страданий и мучений, и выйти из него в дальнейшее свое существование по пути божественного взросления, по золотому пути божественному взросления души и духа, как у нас говорят, это первое необходимо, что сделать — осознать, что человек делает. Осознать все свои ошибки, которые по-гречески звучат как грехи. А раз есть ошибка, значит, необходимо сделать какую-то поправку в своем векторе движения, то есть на своем пути. Также необходимо, честно, признав свои ошибки, сделав поправку, искренне просить прощения, извинения у тех, с кем пришлось взаимодействовать и кого отправили в помойную корзину, кого отправили живьем как биоматериал для каких-то опытов, экспериментов, и у тех, кто уже как душа, дух и живот были сюда помещены. Это должно происходить с точки зрения осознанности, понимания и душевного трепета. Это ваш должен стать урок. Душа должна затрепетать, сердце должно отозваться и мозг должен подчиниться. Вот когда вы сольете вместе это, вернее вас это вместе сольется, из вас пойдут те мысли и слова, которые дадут вам прощение и освобождение от того, что вы сделали. После этого, когда у вас будет очищение ваше внутреннее, необходимо теперь направить мысли тем, кто являются вашими детьми или теми детьми, которых вы уничтожали. для того, чтобы им показать новый путь развития. Молитва это мова, это слово, это обращение через мысль, в первую очередь, мысль туда долетает. Слово это как носитель, который можно ловить, но ловить его может человек, слово. а мы говорим про тех, кто ушей не имеют, которые слышат стук сердца, но никак мы его слышим, не вот этот тук-тук, которые слышат то, что мыслит мозг, какие мысли в него приходят, какие думы там есть, помыслы, замыслы и так далее. Вот об этом. Вы даже слова не произнесли, а там уже все понятно, о чем вы будете говорить. Поэтому вы будете после очищения, осмысления очищения говорить на том языке, даже не произнося слово, который понятен будет тем самым душам, которые являются частью высоких сущностей божественного проявления, и которые будут понятны этим сущностям. По сути, вы будете не с душами говорить, вы будете говорить более высоким уровнем. Души, они только, как я уже в самом начале говорил, это некая часть более высокой игры, более высокой затели, более высокой объединенной такой массы, которая объединяет в себе божественную структуру, как вселенская, во все стороны. То есть, обращаясь к душам, загубленные души, в кавычках опять же, с точки зрения догматизма, если упрощенно говорить, вы все равно будете говорить с частью божественного. То есть, все равно вы будете говорить с частью себя. вот это очень важно. Если вы так будете говорить, тогда вы дадите направление и себе, и тем, кто так же закрутился, как и вы в свое время. И вы покажете тот путь, куда он двигается, но покажете через себя, через свой пример. Всегда говорите с другими так, словно вы говорите со своим отражением в зеркале. вы никогда своему отражению, то есть, себе не будете желать что-то плохого. Вы всегда будете хотеть, чтобы тот, кого вы видите в зеркале, был самый лучший, самый добрый, самый любящий, самый светлый. Даже если по каким-то причинам вы находитесь в самом низу общественного какого-то социального положения. Все равно мысли светлые. Вот учитесь мыслить по-доброму. Поэтому любая молитва, неважно в какой вы религии или вне религии находитесь, она будет услышана. Главное, чтобы правильные были мысли. И тогда вы поможете и себе, своим примером поможете другим, и поможете тем, которые по каким-то причинам закрутились вот в этом колесе, и без вашего, может быть, участия не могут выйти. Но здесь опять же, если нас слушают ведущие люди, они поймут, что я очень упрощённо говорю, потому что там не всё так просто. Но мысль, опять же, мысль, любовь и добро, вот эти, когда соединяются вместе понятия, то рождается то, что помогает и вам, и тем, кто через вас в этот мир пытался прийти. Алексей, ты знаешь, к тебе вопрос. Как правило, очень много у нас идут, можно сказать, родовых конфликтов, когда, например, бабушки, прабабушки, прапрапрабабушки совершали какие-то проступки, осознанно, неосознанно, и потом девочкам, женщинам, не знаю, мальчикам, может быть, не мальчикам, внучкам, правнучкам приходится за это платить. И если, допустим, мы не знаем, были ли в роду подобного рода происшествия, как можно помочь роду? Даже если знаем, что, например, там бабушка, прабабушка что-то совершала, допустим, как помочь таким детям? А как за них просить прощения? Уже неоднократно упоминалось, что, как правило, вам придется сюда на землю вернуться в свой род в виде внука, правнука, внучки, правнучки, для того, чтобы или инспекцию здесь провести, комиссию, для того, чтобы понять, как ваши потомки живут, либо, чтобы пройти тот путь, который вам отмерен, с учетом того, что вы сами себе подготовили здесь. И чем лучше вы, как бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, здесь при жизни трудились, создавали благость, тем лучше будет вам в новом воплощении. Поэтому ни в коей мере нельзя исключать то, что кто-то в вашем роду, кто совершил что-то здесь, не является вами же в прошлом воплощении. Вполне можно допустить, что вы испытываете те проблемы, которые сами же себе, будучи бабушкой, прабабушкой, дедушкой, прадедушкой, создали там. И тут вам необходимо отработать. Всегда отработка начинается с понимания, осознания той проблемы, которая и существует. То есть необходимо сначала задача, вектор движения, то есть направленность, дорожка, и инструментарий, и осознание, как это все вместе соединить. Даже простое какое-то действие с точки зрения человеческого бытия, копания ямы или траншеи невозможно без этих каких-то осознаний. То есть вы должны понимать длину траншеи, глубину траншеи, для чего она будет предназначена, какой ширины она должна быть, каким инструментом копать, куда отбрасывать землю, за какой срок вам это сделать надо. Даже вот в таком простом, казалось бы, деянии. Я уж не говорю про что-то серьезное. Поэтому сначала, прежде чем браться из исправления чего-либо, необходимо человеку осознать то, с чем он сейчас столкнулся. Все вот эти перечисленные моменты понять, куда, зачем, сколько, почему и как. И только после это начинать действовать. прежде чем обращаться к бабушке, прабабушке, дедушке, прадедушке, который там что-то накосячил, в кавычках пишем, к себе самому, необходимо осознать положение дел в данной ситуации, понять свое варное предназначение, дорожку, по которой вы идете, промежуточные варны, о которых мы говорили, и после этого уже начинать исправлять ситуацию. то есть если вы приняли сами себя в этой жизни, приняли те обстоятельства и поняли, как отсюда выбираться, чтобы было хорошо вам, вашей семье, вашим родичам, вашему племени, вашей общине, вашей стране, вашей державе, всему миру, вот только после этого вы можете уже заниматься тем, что было тогда там. Иначе это будут просьбы о том, я какой-то маленький, глупенький, я прошу вот это, вот это, но вы мне дайте вот это, вот это, хотя, конечно, этого не достоин, но вы мне дайте хорошую жену, хорошего мужа, машину красивую, дорогую, дом какой-то прекрасный, еще что-то, еще что-то. И вот это можно молить бесконечно. Но это глупо, потому что вы тем самым будете обращаться к эгрегору, который вас в локу потом поместит, и вы будете отрабатывать то, что вы просили. Вам это могут дать, но кто вам дал, тот с вас и возьмет. Теперь возвращаемся, представим себе, осознали вы все это и поняли, что вот там был косячок где-то в прошлой жизни, который вы сейчас отрабатываете. Вы его должны отработать и, самое главное, принять необходимо того, кто этот косяк там совершил. Было ли это где-то убийство, было ли это воровство или что-то еще. Вы обязаны, если хотите развязать этот узелок, понять, что тот человек, да, совершил столь низменный поступок, но только потому, что он был человек. Он не справился с той ситуацией. Или, может быть, ему необходимо было эту ситуацию там развернуть вот именно таким образом, разрешить ее. Вот такие были обстоятельства. Может быть, у него была карма с той еще жизни до того, которая была. Когда вы принимаете его как человека, не просто какого-то абстрактного родича, не просто прадедушку, прабабушку, которого никогда не видели, а как человека, вы понимаете, что он так же, как и вы, мог ошибаться. Вы принимаете его, просите прощения за то, что когда-то могли даже подумать что-то плохое о нем, как о своем родиче. Просите прощения у себя за то, что вы допустили эту ошибку. И вот когда ваше сердце, ваш мозг, ваши мысли соединяются в едином таком благостном посыле, вам становится легко. Вы развязываете этот узел, но сначала о сознании. Бесполезно молиться, слезами умываться, если сознания нет. Осознание и потом вот этот посыл. Вы приняли себя, какой есть, вы приняли своего родича, какой он был, какой он есть, все его дела, потому что что он сделал, то он сделал, он это сделал, значит, это надо принимать. Какой бы он ни был, вы его принимаете. и после этого тогда взаимное прощение, представление его как человеком, снятие с него всех обязательств перед вами, снятие с себя всех обязательств перед ним, вот как друзья встречаются, говорят, все, мы друг другу больше не должны кроме любви и взаимопонимания, и взаимоважения. Никаких обязательств больше между нами нет. Вот эти узелки рвутся на расстоянии праправар дедушка, прабабушка и так далее. То есть вы свой узелок развязали, вы все осознали и еще там все развязали. Плюс ко всему, когда вы прощаете с пониманием и с любовью того, кто был там, своего родственника, вы прощаете и принимаете часть себя, потому что вы являетесь половинками папы и мамы. Папа и мама являются половинками своих пап-мам, то есть вашим дедушке, ваш уже четверть от дедушки, от бабушки. От прабабушки, там еще какая-то часть, восьмая, к примеру. Вот восьмую часть своего тела вы приняли и простили. Вы полюбили его. Вы теперь вошли в лад и любовь с ним. И чем больше со своими родичами вы с этой точки зрения общаетесь, тем более целостно и здоровее вы становитесь. Но в физическом плане это не шутки. Вы не отторгаете часть себя, вы принимаете эту часть. То есть у вас соединяется вместе и физическое, и духовное, и душевное, и генетическое, кровное животное, и ваша сущность очищается. И тогда высшее я божественное соединяется с тем, кого называют отец, творец, бог, всебог, род и так далее. Это же добро. И это вполне нормально для мыслящего, ведущего человека. И никакой здесь глупости, которая бы там вела какую-то вас чернуху, нету. Это все закономерно, просто. Да, Алексей, я тебя поняла. Еще какие-то есть вопросы? Я считаю, в принципе, исчерпывающее. Ну, раз исчерпывающее, давай будем прощаться с нашими радиослушателями и зрителями. Всем всего доброго. До свидания. Ну, что ж, друзья мои, если темы для вас какие-то остались не раскрыты, не стесняйтесь, пишите. Но прежде, чем написать, подумайте, может быть, это где-то в предыдущих передачах уже рассматривалось. На СИМ я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали Народное Славянское радио. В передаче «Давайте поговорим» с вами были Алексей Орлов, Юлона Стоянова. Я желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова